В формате медиагруппы ходим здесь. Это типа вообще для тех, кто не в теме. Я бы никогда не подумал, что меня занесет в Гонконг как репортера. Когда у меня спрашивали в 9-10 классе, кем ты хочешь стать, я говорил журналистом. И в итоге, друзья, мечты сбываются. Крупнейшая выставка в Гонконге Global Sources сейчас проходит фаза выставка электротранспорта, которая проходит раз в году. Они нас пригласили быть официальным медиа для того, чтобы показать выставку Global Sources на все русскоязычное пространство. Нас встретили в гостинице. Они собрали все медиа, которые приехали освещать выставку. Нас посадили в один автобус с индусами, с китайцами, из наших есть только я, оператор и те, кто смотрит меня сейчас. Смотрите внимательно, друзья, погнали. Нам сейчас выдают официальный бейджик медиа для того, чтобы мы могли официально снимать на выставке. Все, что вы видите, кто-то снимает где-то какие-то товары на выставках, это все нелегально, потому что все заходят как покупатели, им не разрешаются вообще снимать с камерой. Если подходит охрана, они обычно вот так вот прячут под пиджак камеру, ну так, чтобы вы были в курсе. Мы сейчас получаем официальный бейджик и будем снимать спокойненько все стенды и покажем все новинки. Пацаны, нам столько тут ништяков надавали, и по 50 долларов на еду, и бесплатный проезд по Гонконгу, и на поездах, и гостиницы, все на шару. Пацаны, только чтобы вы приезжали на выставку Global Sources. Это стенд регистрации всех, кто приезжает на выставку, но в этот раз нам регистрироваться здесь не нужно, потому что у нас есть бейджики, пресса, и мы можем наконец-то нормально снимать, и никакая охрана нам уже не страшна. Ребята с Индонезии смотрят за новой темкой, которую китайцы придумали. Мы сейчас в официальном медиатуре и с представителями выставки, и со всеми ребятами, кто приехал освещать выставку Global Sources, сходим сейчас по локациям. Слушай, ну смотрится очень необычно, на самом деле. Даже не знаю, ездил бы я на таком. В формате медиагруппы ходим здесь. Это типа вообще для тех, кто не в теме. Не, ну мне интересно. Давай еще... Еще два стента. Нам сейчас показывают «Умный дом». Это новая тенденция, которая развивается с каждым годом. Например, в Украине есть компании, которые сделали очень большие обороты. Да, и это делают давным-давно. Здесь находятся родоначальники этой темы. И эта тема реально сейчас очень перспективная, потому что дом есть у каждого. Продукцию «Умного дома» можно продать каждому человеку. Рюкзаки прикольные, кстати. Смотри, можно вывести любое изображение. Да, эти рюкзаки на UFT World, кстати, есть. У меня сын с таким рюкзаком пошел в школу, и просто его там облепили дети. Где-то взял, где-то взял. Аппарат, с помощью которого можно проанализировать свою кожу и каждый день постоянно ее проверять. На то, насколько жирная кожа, на пигментацию, на разные-разные показатели. Будет показывать, как изменяется твоя кожа на протяжении времени. Интересно, сколько стоит. What's price? Здесь 300 баксов, ребят. Друзья, не обязательно ходить к косметологу для того, чтобы проанализировать свою кожу. Достаточно лишь купить такой аппарат у этих корейцев, и можно буквально за 5 секунд проанализировать все показатели своей кожи. У них порядка 15 показателей. Этот аппарат стоит 400 долларов, продают его, конечно же, корейцы, лидеры в косметологической отрасли. И сейчас делать бизнес с Китаем просто, бизнес с Кореей просто. Нужно приехать на выставку Global Sources, прийти в павильон, где очень много подобных компаний, найти продукт, который улыбается вам, посчитать математику, подумать, можно ли продавать это на своем рынке, и составить бизнес-план, заказать пробную партию и стартануть. Пройди курс по бизнесу с Китаем всего за 5 минут. 1 доллар, сканируешь QR-код и обучаешься. 5-минутный курс, по-моему, нормально. Ровно столько, насколько всех хватает на обучающие программы. Сегодня хочу вас познакомить с вице-президентом крупнейшей выставки Гонконга Global Sources, Джон Као. Рад знакомству. Скажите, сколько людей ежегодно посещают вашу выставку? На сегодняшний день мы представляем самую большую выставку электроники в мире. С 11 по 20 октября мы проводим выставку потребительской электроники, а с 18 по 21 выставку мобильной электроники. Эти две выставки сейчас самые крупные общественные выставки во всем мире. В целом в ней участвует около 70 тысяч предпринимателей. 70 тысяч предпринимателей приезжают на Global Sources каждые полгода. По вашему мнению, какое главное отличие между Global Sources, HKTDC и Кантонской ярмаркой? 15 лет назад существовало очень много тайванских и гонконгских компаний. Но с течением времени Китай значительно продвинулся вперед, и основные технологии сейчас как раз-таки идут из Китая. Поэтому наша компания обретает более крупные обороты и выходит на определенно новый уровень. Если в 2015 году мы были фактически стартовой компанией, то сейчас мы смело можем назвать себя лидерами на рынке, в отличие от HKTDC, которые фактически ушли на задний план. Что касается Кантонской ярмарки, наша площадка гораздо удобнее. У нас всего один этаж и три разных зала, которые мы можем четко разделить на удобные тематические зоны, чтобы наши покупатели посещали те залы, которые им интересны, и уже там выбирали, какой тип продукта желают купить. У других подобных выставок площадки расположены на самых разных этажах. Первый, второй, третий, пятый, нулевой. Посетителю, как правило, не так легко понять, что они ищут и какой продукт им нужен. Очень популярная тема сейчас на всех последних макбуках Type-C. И, соответственно, если вы хотите вставить, например, какую-то карточку, либо вы хотите вставить флешку, USB, конечно же, нет в макбуках, и сейчас это реально проблема. Как минимум, проблема моя, потому что у меня сейчас последний макбук, и когда мне дают какую-то флешку, мне реально некуда ее вставить. Поэтому сейчас появился новый рынок вот таких переходников. Вы вставляете в макбук, и, соответственно, здесь можете вставить три флешки, можете здесь вставить карточку, HDMI. Друзья, это новый рынок, это новый продукт, а на новых продуктах, как известно, можно достаточно прилично зарабатывать. Давайте узнаем, сколько стоит это в Китае. Я сейчас спрошу цену, какая оптовая цена у них сейчас в этой фабрике. Выглядит, кстати, достаточно качественно, вот в руке держу. Я не чувствую разницу по качеству с макбуком. What's price? $37. Стоит в Китае, это оптовая цена такого крутого устройства. Вот прямо сейчас смотрите видео, посмотрите, сколько подобный переходник стоит на крупнейших маркетплейсах вашей страны. И вы увидите, что эта цена порядка $120-150. Ну, вот вправе здесь, говорит он, со шнуром или без шнура цена? $11.50. Тебе тоже тема, пожалуйста, в 5 раз подешевле. Очень прикольный товар. Вот эти светильники, они мне очень нравятся. И я вижу, что это новый тренд, который будет наполнять столы как дома, так и в офисах. Эти светильники удобны тем, что они служат как подсветка. Но фишка еще в том, что это является беспроводной зарядкой. И стоимость этих светильников уже порядка 7 долларов, 10 долларов. Если полгода назад эти светильники продавали все по 50 на выставке, то сейчас уже в 5 и больше раз дешевле. На это стоит обратить внимание. И, возможно, именно вы заработаете на этом большие деньги. Что касается вас лично, есть ли у вас хобби? У меня? Я очень люблю играть в баскетбол. Но я в этом не очень хорош. У меня два тренера, дочь и сын. Когда моя дочь училась в университете, она была лучшим лидером команды по кикболу. Поэтому у нее довольно хороший навык. И она очень многому меня учит. А вообще, я люблю путешествовать. Каждый год я разъезжаю по миру со своей семьей, с женой и детьми. Особенно зимой, в рождественский период. Если бы вы могли вернуться назад в прошлое, с тем опытом, который у вас есть, и вам было бы 25 лет, вы бы что-то изменили в своей жизни? Я все еще люблю Турбосорсис. Но что касается моей работы, тут бы все осталось неизменно. На самом деле я счастлив и действительно воодушевлен, находясь в этой компании. Я могу наблюдать и учиться такому большому количеству технологий здесь. Хотя, знаете, я бы еще купил больше домов в Гонконге. Цена тогда была дешевле, мог бы сейчас стать значительно богаче. Если говорить о личной жизни, то завел бы больше детей. Возможно, не одну дочь и сына, а две дочери. И, к примеру, пять сыновей. Да, это здорово. Собрал бы из них команду и играли бы все вместе в баскетбол. Если бы, к примеру, люди из Украины или России, у которых есть фабрики, захотели разместить свой стенд на вашей выставке, сколько бы это стоило? Смотрите, на восьми квадратных метрах может расположиться один стенд. И это будет стоить около шести тысяч долларов за одну выставку. Это четырехдневная выставка, верно? Да-да, именно. Участникам нужно подписывать участие сразу в двух выставках – весенней и осенней. Принимать участие только в одной нельзя. Добро пожаловать в Украину! Присоединяйтесь к нашему мероприятию! Ребят, приезжайте на Global Sources не только для того, чтобы что-то купить, но можете даже приехать со своими стендами. Шесть тысяч долларов всего-навсего, и вы можете продавать товары на весь мир. Ребят, ну, детские камеры как вам вообще? Заходит эта тема? Как думаете? Ну, у меня, допустим, у детей есть фотоаппараты. Единственное, что пришлось дать им настоящие, потому что еще про детские камеры я не знал. Кстати, один из участников China Bootcamp, Ваня Сыч, упаковал в свой бренд вот такие вот камеры, и они у него самые топовые на рынке. Он просто взял и сделал самые лучшие детские камеры на рынке. Встречаете в крупнейших сетях, встречаете в крупнейших интернет-магазинах Ванину детскую камеру номер один в русскоязычном пространстве точно, потому что Ваня разобрался больше, чем все остальные. Сейчас очень популярно это флешки Type-C, то есть соединение с телефоном. Флешка к телефону просто. С одной стороны, значит, к андроиду, с другой к айфону, и также есть возможности просто USB-шки. Особенно вот эта модель переходная с Type-C, USB, это сейчас просто бомба, потому что в макбуках отсутствует сейчас USB-шка, только Type-C. Их, конечно, очень много видов, есть вообще и Type-C, и USB, и Lightning, там их много, но мне кажется, что вот это самая популярная модель, да, самая нужная, потому что зачем мне сразу куча переходников, вот этой мне вполне достаточно было бы. Около 3 долларов в закупке стоит такая флешка, и по-моему, это очень адекватно. Ребят, сколько сейчас стоит флешка Type-C вот такая на 32 гигабайта на крупнейших маркетплейсах? Посмотрите и напишите в комментариях. Все посмотрят по вашим комментам, сколько эти флешки стоят в России, в Украине, в Казахстане, и вы увидите, что на этом можно сейчас сделать деньги. Визиточку этой компании оставлю в China Business Community в Telegram-канале. На Telegram-канал можно легко подписаться, сверху в шапке, там есть ссылки на мои соцсети, одна из них — это Telegram-канал. Какие самые известные компании размещали свои стенды у вас на выставке? Это все очень известные компании в Китае. Штаты, Британия, Франция, Корея, Тайвань, Германия. Вот, к примеру, Walmart. Walmart тоже на выставке? Да, конечно. Большим ритейлерам, конечно же, важно посетить нашу выставку. Вормобайер, Пэсбай, Торки, Канадин Тайр — все они приезжают именно сюда, потому что они ритейлеры. Они покупают и продают в своей стране. А как насчет такой компании, как Foxconn? Создатели айфонов. Нет, они не принимают участие. Они лишь изготавливают часть продукта. Это же выставка готовых товаров. Возможно, знаете, Apple стоит прийти сюда, потому что именно они создатели готового продукта. Вот этот стенд занимает 72 квадратных метра. Они платят 6 тысяч умножить на 8, но еще они должны построить этот стенд. А это им будет стоить... Сейчас посчитаю, 48 тысяч долларов за данное пространство. 48 тысяч и 24, чтобы просто построить стенд. 72 тысячи долларов. Нормально, пацаны? Друзья, мобильный гейминг развивается. И посмотрите, какие продукты сейчас уже появляются на рынке. Здесь внутри встроен вентилятор. Вы вставляете телефон, и у вас телефон греться не будет. Также здесь специальные кнопки для того, чтобы играть было еще удобнее. Здесь USB вставляем, и можно заряжать. What's price this? 5-year-old. Я что-то уверен, что он у нас на рынке стоит долларов 15 по-любому. На удивление, очень даже качественно выглядит. Потому что есть подобные такие пластмассовые дешевые. Этот реально хорошо, хорошо выглядит. И вентилятор прям такой качественно дует. А это вообще дополнительно не только с вентилятором, но и с каким-то металлом. Они включили только что, и он просто как лед. У кого там греется телефон от гейминга? Ребят, это для вас. А для тех, у кого греется телефон от телеграма, это вот для вас. Какой самый популярный продукт сейчас? На нашей выставке? Да, именно у вас. И, возможно, вы знаете категории продуктов или товары, и вы замечаете, что они становятся все популярнее с каждым годом. 5G. Они включены в смартфоны, умную технику, умные дома. Поэтому сейчас мы, возможно, видим только традиционные приборы, такие как холодильник. Простая металлическая коробка. А здесь тот же холодильник будет уже с экраном на двери, и ты подумаешь, вау, этот холодильник такой умный. Вам может быть предложено так много информации, поэтому 5G многое изменит. Вы спросили меня, какой продукт сейчас самый востребованный? Да, сейчас, и, возможно, в ближайшие два года, какой, на ваш взгляд, продукт будет топовым? Сейчас продукт True Wireless Stereo очень успешный. Connected Appliance в скором времени будет реально круто. И TWS хотят задействовать свои AR-технологии в оправах для очков с поддержкой наушников. Собственно, у них уже есть производство, на котором они разрабатывают данный девайс. Так что сперва, пожалуйста, посетите нашу выставку. Не для участия и не для того, чтобы тратить здесь свои деньги. Просто посетите это место. Вот как вы это сделали. Каждые 6 месяцев посещайте данное мероприятие, чтобы быть в курсе того, что происходит на рынке, какие тенденции, что в тренде. Потому что сейчас в китайском производстве очень много богатых людей, некоторые из которых стали такими благодаря подобным выставкам. Участвуя здесь, вы будете иметь представление о том, что сейчас производится в мире, и наполнитесь собственными, уникальными идеями для воплощения их в реальность. Поэтому милости просим, приезжайте. Ребята, как вы думаете, что у меня сейчас лежит в кармане? Правильно, отгадали, друзья. Это моя клавиатура, которая соединяется с телефоном. Телефон вот так ставите, и можете печатать. Соединяется по Bluetooth. Олды на месте. Если да, клавиатура для вас. Не нужно печатать на сенсоре, можно печатать просто на клавиатуре. А мышку берешь и в CS шпилишь. Друзья, если вы досмотрели видео до конца, то значит вам интересен бизнес с Китаем. А если вам интересен бизнес с Китаем, вы наверняка хотите поживиться новинками и разными интересными фабриками. Так вот, вот этот журнал Global Sources – это все стенды, которые на выставке Global Sources присутствуют, с последними новинками, с фотографиями. Я разыграю среди тех, кто сделает очень простые действия. Первое. Важно быть подписанным на мой канал и нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Второе. Важно у себя в соцсетях сделать репост этого видео. И третий репост этого видео разместить в комментариях под этим выпуском. Рандомно среди тех, кто это сделает, я разыграю вот этот толстенный журнал со всеми контактами и новинками Global Sources. Кайшина.